Так, всем привет! С вами снова Илья, обзор и прогноз криптовалютного рынка на 19 декабря. Сегодня посмотрим на биткоин, сегодня также посмотрим на Waves. И сегодня расскажу вам небольшую историю, как происходила манипуляция ценой биткоина, в которой, правда, много пока пробелов, но еще не выясненных. Но я думаю, что для кого-то из вас это может послужить таким обоснованием того, что последние месяцы происходят на рынках. Но прежде всего посмотрим на то, чем у нас отметился рынок за последние 24 часа. Биткоин еще подрос на 7,5%. Альткоины многие растут еще быстрее, подрос также Waves на новостях о том, что они закрыли свой раунд инвестирования, привлекли 120 миллионов долларов. Думаю, об этом вы уже все слышали и в моменте он торговался даже еще выше, около 5 долларов за одну монету. В остальном, наверное, биткоин кэш также неплохо подрастает, около 32%. Ну и, наверное, в остальном отметить нечем. Что касается сделки, сразу пробежимся. Сделка закрылась по тейк профиту. Вот он здесь был на 4 тысячи, по-моему, 14 долларов. Выставлен это по бирже Bitfinex. На бирже Binance нужно было, соответственно, где-то на 100 долларов ниже брать. И после нас уже, как говорится, хоть потоп. Далее там цена может уже двигаться как хочет. Я думаю, что сделка была, в принципе, неплохой и полностью доволен. Также я написал здесь, что если вы не готовы закрываться по тейк профиту, ну или просто без тейк профита работаете, то, возможно, имеет смысл сейчас стоп-лосс перенести на 3.850 и попробовать взять больше. Потому что, на мой взгляд, в среднесрочной перспективе еще какие-то возможности на рост есть. Но об этом сейчас поподробнее. Итак, вот мой взгляд на криптовалютный рынок, на то, что по нему происходило за последнее время. Сразу скажу, что это что-то граничит на уровне с моим пониманием какого-то рынка, о том, что я видел в прошлом, о каких-то моих личных выводах, которые я вам никогда не смогу, например, доказать и привести какие-то аргументы. В этой истории много пробелов, много непониманий, но она выглядит, на мой взгляд, весьма логично. Итак, что же происходило за последнее время, значит. Здесь, в августе, мы видели, что цена находилась возле уровня 6 тысяч долларов. Уровень 6 тысяч долларов был, в принципе, неплохим уровнем, неплохой ценой для того, чтобы начинать оттуда какие-то отправные взлеты, дальнейший рост. Это мы видели довольно большое количество раз, что цена от этого уровня отбивалась еще в прошлом. И здесь, я думаю, что какие-то крупные игроки, они начинали свои позиции в лонг набирать. После того, как они свои позиции в лонг набрали, об этом говорило и то, что мы несколько раз сбивали стопы, прежде чем пойти наверх, мы начали расти. Расли мы в основном на вливаниях тезера, которые переводились на биржу Bitfinex, и за счет которых мы этот биткоин покупали. Но в один момент, когда мы уже довольно прилично выросли, киты поняли, что сил протащить цену выше с этих отметок у них нет. Частные инвесторы, они не поддерживают этот рост, капиталу неоткуда взяться, и одних лишь ливаний тезера просто недостаточно. Здесь они начинают менять план, они начинают все резко скидывать, причем скидывать по первым попавшимся ценам, даже несмотря на то, чтобы заработать какую-то прибыль, и начинают формировать уже новую инвестиционную идею, а именно сделки в шорт. Здесь они начинают набирать шорты, сначала ликвидность здесь довольно высокая, потому что интерес на рынке еще есть. Они эти шорты набирают, набирают, набирают. В итоге интерес на рынке пропадает, так же как и падают объемы, потому что шорт, который наблюдается с 8 августа уже до 12 октября, он практически, точнее этот боковик уже практически никому не интересен, никто никаких сделок не совершает. Тогда, соответственно, происходят следующие киты, начинают гасить свои тезеры. Для этого они их скидывают, и пара доллар, тезер к доллару, она начинает проседать. В итоге мы видим одновременно такой вот памп. Здесь собираем большое количество ликвидности также покупателей, которые невзирая ни на что здесь начинают покупать, и шорт уже практически набран. В итоге мы снова возвращаемся в боковую тенденцию, и здесь уже на супер минимальных объемах этот шорт начинаем добивать. После этого у нас идет падение, и здесь шорт позиции, которые были набраны, они начинают потихоньку крыться. Первое покрытие видно вот здесь, это довольно резкий взлет, и сопряжен он с большим количеством объемов. Но далее киты видят, что они не встречают никакой поддержки снизу, и цену можно пропихивать дальше. После этого цена начинает уходить. Здесь мы видим, какая-то поддержка формируется, но дальше она пробивается. Здесь самое интересное, то, что я вам рассказывал в предыдущих видео, то, что отмечал в TradingView, и вообще на всех возможных каналах связи. Здесь мы видим два очень резких взлета, которые видны на минутном графике. Это означает, что киты просто нажимали, ну как нажимали, условно, они ручками здесь набирали позицию в срочном порядке. То есть, именно видно, что по АСКу просто по цене долбят. Если у вас, представьте, будет несколько миллионов долларов, вы просто нажмете buy по рынку, и у вас произойдет примерно вот такая вот свеча. Далее, на минутном графике тоже самое, можете проверить, я уже об этом рассказывал. Далее, цена начинает там немного сбавлять, и они еще раз нажимают такой же buy в несколько этапов, но сдерживают цену, чтобы не уйти выше 3750, потому что шорт, который они здесь открыли, его нужно каким-то образом еще выкупить. Так как ликвидности, так как им нужно действовать быстро, потому что иначе никак не объяснить, зачем нужно долбить в рынок по АСКам и просто выкупать весь стакан, далее они решают предпринять следующее, обновить годовые минимумы, для того, чтобы об этом написали в новостях, и возникла бы большая ликвидность. Далее они идут на обновление этих минимумов, все как по сценарию, пишут в новостях, что трали-вали рынок обваливается, обновление годовых минимумов, срочно все скидывайте. После этого они добирают оставшуюся ликвидность, и далее решение принято. Так как они знают, что на уровне 3000 долларов и ниже есть большая ликвидность покупателей, желающих купить много, каждый второй говорит о том, что будет покупать по 3000, а им лишние покупатели не нужны. Они цену принимают решение не толкать дальше до 3000 долларов, и сейчас просто добирают остатки по мере уже роста цены с несколькими стадиями до накопления. После этого цена уходит выше, встречая какие-то уровни, и мы начинаем расти. Теперь, сделка, несмотря на то, что моя закрыта, все-таки я среднесрочные перспективы оцениваю положительно. Почему? Для чего-то нужно было вот этот быстрый выкуп организовывать. То есть ничего не мешало реально китам затащить эту цену в боковик и протащить его очень долго. Но для чего-то они начинают в заполненный стакан пасху просто... Как вам? Получше слово подобрать. Просто фигачить, ладно, рыночными ордерами и выкупать биткоины, которые на рынке есть. Поэтому все-таки я ожидаю, что сценарий такого роста он посолиднее будет, и мы все-таки увидим более высокие цены. Что касается меня, я все-таки из рынка на данный момент вышел. Для меня эта краткосрочная сделка была лучшим сценарием. Далее я буду смотреть, что будет по рынку происходить. Возможно, если мы увидим какие-то коррекции, то я здесь буду добирать. Но тем не менее, что касается прогноза, мне кажется, среднесрочные перспективы здесь выглядят неплохо. И если это не был каким-то шорт-сквизом, который абсолютно непонятен, на мой взгляд, то в этом случае я, конечно, ошибся. Но так или иначе, сделку свою я закрыл, потому что здесь, ну, сейчас уже можно говорить, раз уж я оказался прав, здесь киты, на мой взгляд, просто жестко спалились. То есть я до этого никогда не видел такого подобного на биткоине, когда просто зачем-то по заполненному стакану асками начинают бить рыночными ордерами, что хорошо прослеживается на минутном графике. Вот. А все, что касается дальнейшего движения цены, я вам описал. Я думаю, что в среднесрочной перспективе мы вырастим. Возможно, даже там выше 4400 и возможно, даже до 5000 долларов. Но сейчас самое оптимальное это искать более-менее хорошие точки входа. Я знаю, что в истории, которую я вам сейчас рассказал и то, что происходит, очень много несостыковок и очень много можно с чем поспорить. И я об этом досконально безусловно знать не могу. Но это моя версия, это то, что я увидел на графике, то, о чем мне рассказал, о том я рассказываю и вам. Что же касается Waves, который привлек 120 миллионов долларов, с технической точки зрения я вижу, что сейчас, в данный момент времени у нас он уже довольно сильно вырос. И самое интересное, что мы здесь уже видим рекордные объемы на вершине рынка. Рекордные объемы на вершине рынка, как мы с вами знаем, означают, что здесь начинают уже позиции закрывать. Те, кто сумел их набрать раньше, когда они уже об этом движении цены знали. Об этом, безусловно, до этого знали уже ограниченный круг лиц. Поэтому здесь я входить в позицию сейчас не рекомендую. И даже где-то подбирать по мере падения тоже сомнительная перспектива, потому что то же самое было здесь. Мы увидели вот этот вот резкий рост и высокие объемы после этого мы упали. А что же будет дальше, пока неизвестно. Вот. Так. Такой мой взгляд на рынок. Такой мой взгляд на текущее положение вещей. Напоминаю вам, что рынок криптовалют является рынком с высокими рисками. Ни в коем случае не инвестируйте сюда то, что вы не готовы потерять. Формируйте несколько альтернативных точек зрения, а свое торговое решение принимайте самостоятельно. Я с вами прощаюсь. До понедельника. А я поехал. Всем пока. Пока.